Мне хочется поделиться своими мыслами о том, как состояние одного человека может менять целый коллектив. Я работаю педагогом на пунктное образование, вот в нашем ворсетховом общества, уже почти 9 лет. Здесь я уже продержалась, сама даже заметила. Когда я пришла, было у меня всего 2 студии, 2 группы. Вот на данный момент у меня их 6. Ко мне года у меня, подопечных мои, 77 человек. Хорошая цифра. Для меня важно в студии, конечно, создать ситуацию успеха для каждого ребенка, независимо от способностей. Окружить ему теплом и дружеской атмосферой, поддержкой. Особое место в моей педагогической деятельности я уделяю комфортной атмосфере. Много наблюдаю и замечаю, как состояние детей меняется в начале и в конце занятия. Как гиперактивные дети приходят в состояние равновесия, покоя, а дети очень скромные, молчаливые, зажатые, раскрываются, открываются по мобору. Занятие рисованием способствует расслаблению, релаксации, погружению в мир прекрасного, мир сказки. Рисование также настраивает учащегося на определенную волну. И мне очень важно даже не то, как ребенок действует работу, хотя это тоже важно, потому что он выбрал именно исправление в ресурс-культе. Но важно мне, как он чувствует себя. Почему? Если он почувствовал себя свободным, устроился на волну, в творчество, то он открывается и начинает творить уже как настоящий юный художник. А я их так называю. Вы мои настоящие юные художники. И они уже к этому званию тянут, как мы художники, так на меня удивленно всегда смотрят. И недаром великие мастера говорили, рисуйте, как дети. В психологии используется такой термин – арт-терапия. Арт – искусство, терапия – лечение. В узком смысле слова – это Википедия взяла. Арт-терапия обычно подразумевается терапией изобразительным творчеством с целью воздействия на всех эмоциональных состояний. Ну, я думаю, вы не будете отрицать, что педагог, он задает тон занятия, атмосфере в студии. Студисты приходят ко мне на полтора часа. И мне, конечно, хочется, чтобы они погрузились в творчество, чтобы они свободно проявили заложенные таланты в себе. Но прежде чем ребята начнут творить, я задаю задание. Чтобы заинтересовать учащихся темы, которые, может быть, они и не хотят рисовать, да? Не бывает, кто-то что-то своё любимое, у кого-то нет. На этом нужен увлечённый педагог, у которого есть силы, некий запал, а иногда и немалое мужество, чтобы вдохновить на покорение новых вершин, новых знаний. Где же дать эти силы и энергии в наше непростое современное время, как здесь уже было много сказано? В этом мне очень помогает система самопознания Сахаджи-йога, в которой я занимаюсь уже примерно так же, как Танюша. Здесь не одновременно пришли в йогу. Пользуясь методами этой практики, привожу себя в равновесие, баланс, состояние душевного покоя и гармония. А когда ты это ощущаешь, то возникает радость в душе. И ты улыбаешься. Ну, а если ты улыбаешься, улыбаешься встречи нового дня, новым знакомым, старым знакомым, своим студентам, их родителям, также своим соратникам предал Бога, то все получается. И дети тянутся к тебе. И студия, когда в конце года остается прежней, а может даже народ приходит еще больше, то я вижу, что улыбка, она детей вдохновляет, притягивает. Они понимают, что ты их принимаешь таким, какой он пришел к тебе. И даже если он и не умеет рисовать, и не будет великим мастером, тем не менее он рисует, например, все их возможности и силы. Детям комфортно, они раскрываются, раскрываются миру. И тогда устали младенца, готовят истины. А они их выдают нет шедевра. Для меня, как для педагога, является большим показателем. Если учащийся, на следующий год опять возвращается в мою студию. Или может даже не в мою студию, но в наше дело художественная школа. Если он продолжает учиться в художественной школе, в Дворце Творчества. Ну, скромно заметил, что в этом тоже моя вина будет. То есть он останется на 4 года в таком мастерстве, как юный художник дальше продолжает обучаться. Возможно, когда-то ему просто помогла улыбка. Поэтому я повторю. От улыбки мир становится, станет светлей. Люди, улыбайтесь чаще. Занимайтесь с юбкой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.